Здравствуйте! В эфире субботняя информационная программа «Вести Карачаева-Черкесия» в студии Майя Хамдохова. В республике полным ходом идет работа по реализации основных направлений нацпроекта «Культура», разработанного по поручению президента России Владимира Путина. В числе основных задач – комплексное обновление учреждений культуры. Одним из таких объектов стало здание детской художественной школы и Центра культурного развития имени Гагарина, где прямо сейчас ведется капитальный ремонт в рамках проекта «Культурная среда». Работы по обновлению здания стартовали в 2024 году. На сегодня уже проведены работы по устройству кровли, утеплению фасада здания и электрики. Активно ведутся внутренние отделочные работы. Важно, что в планах не только улучшение внешнего вида школы, но также и внедрение современных технологий и материалов. Завершить ремонт планируется к концу текущего года. Уверен, новое, а главное, современное учреждение культуры заживет новой жизнью, станет не просто комфортным образовательным пространством, а полноценным культурным центром, местом притяжения для наших детей и молодежи, создаст дополнительные возможности для реализации интересных проектов, выставок и конкурсов. В данный момент на территории республики в рамках нацпроекта «Культурная среда». Нацпроекта «Культура» также активно ведется обновление других учреждений, домов культуры в Зиюка, Ударном, Мичуринском, Эркенхалке и реконструкция детской школы искусств в Хабезе. Одна из самых старых библиотек в Карачаево-Черкесии находится в Карачаевском районе. Она является административным и методическим центром для 17 библиотек-филиалов, подала заявку на участие в федеральном проекте «Культурная среда» нацпроекта «Культура». Победа в нем будет означать новую жизнь для учреждения, которое сегодня занимается обобщением и внедрением передового библиотечного дела. Мадина Каракетова подробнее. Первоклассница Аиша Караева из аула Каменомост – постоянный посетитель библиотеки. Ее любимый уголок – стеллажи с детскими книгами. Аиша забегает сюда после школы, выбирает книжку и пару часов проводит в читальном зале. Больше всего Аиша любит сказки. Вот и сегодня, изучив стеллажи, выбрала «Золушку» Шарля Перро. Я очень люблю идти в библиотеку. Тут много разных книг. Я люблю читать моя любимая сказка «Золушка». У Золушки золотые волосы, красивое платье, хрустальные туфельки. А еще Аиша признается, что ей очень нравится библиотечная атмосфера и уютный запах книг. Родители девочки ее стремление читать настоящие книги всячески поощряют. Директор библиотеки Зухрака Раева рассказывает, что дети и студенты остаются основными их читателями и на сегодняшний день абонентами Центральной районной библиотеки, какой она является с 1976 года, являются чуть более тысяч человек. Несмотря на множество всевозможных гаджетов, компьютеров и всяких носителей информации, самым основным остаются, конечно, у нас книги. И дети приходят, читают, берут книги, студенты. Интересная история библиотечного дела города Карачаевска и района. Первая областная библиотека была открыта в 1928 году в Микоян-Шахаре. А когда в 1943 году указом Президиума Верховного Совета СССР была ликвидирована Карачаевская автономная область и переименована в Кухорский район, и библиотеку переименовали в Кухорскую районную. Этога она и называлась вплоть до 1957 года, а с 1957 по 1963 годы она стала называться Карачаевской районной библиотекой. В 1976 году библиотеки Карачаевского района были объединены в единую централизованную систему. Районная библиотека, в которой мы сейчас находимся, стала центральной районной административным и методическим центром для 17 библиотек-филиалов. Первым руководителем районной библиотеки была Джешаккуева Айшат Хаджиусмановна, вырастившая и впоследствии воспитавшая целую плеяду преданных своему делу библиотечных работников. Сегодня центральная районная библиотека, которая находится в ауле Каменомост, обслуживает все населенные пункты Карачаевского района, а книжный фонд составляет 35 892 экземпляра, среди которых есть и поистине уникальные издания. Одним из самых ценных изданий у нас является «Литературно-художественный альманах». Он у нас «Трехтомник. Кубанское ущелье» 1967 года. На руки мы его не выдаем, но любой желающий может посетить нашу библиотеку и ознакомиться лично. Эти книги, можно сказать, буквально созданы вручную. В них все набиралось на печатных машинках тех лет. Иллюстрации тут, настоящие фотографии. Получается, если это 1967 год, прошло более полувека. Если мы возьмем первый тон, в который представлена редколлегия, мы увидим весь свет науки тех лет. Например, Уртабаева – кандидат в филологических наук, сотрудник Карачаево-Черкесского научно-исследовательского института. Яцких, Кириченко, Дагужиев и многие другие всем известные научные деятели нашей республики. А еще здесь есть специальный стеллаж с книгами для слабовидящих людей, написанной шрифтом Брайля. Центральная библиотека является методическим и координирующим центром для библиотек района и занимается комплектованием единого фонда районной центральной библиотечной сети, обобщением и внедрением передового библиотечного опыта. И не один уже год на базе именно этой библиотеки действует республиканская школа передового опыта по теме библиотека и народной традиции в воспитании детей и юношества. И хотелось бы, чтобы все это происходило в соответствующих условиях, ведь здание библиотеки – одно из самых старых в ауле и требует капитального ремонта, ну и, конечно, осовременивания. Колорит старины хоть и наводит некую душевность и теплоту, но современная жизнь все же диктует свои правила. В этом году мы подали заявку на участие в федеральном проекте «Культурная среда» национального проекта «Культура» по созданию модельных муниципальных библиотек, в рамках которого было утверждено создание 110 модельных муниципальных библиотек ежегодно с 2019 по 2024 годы. Надеемся, что мы пройдем по всем критериям, и на базе нашей центральной библиотеки в Карачаевском районе будет работать модельная библиотека, что будет способствовать привлечению большого числа пользователей библиотек и к оказанию им качественных библиотечных услуг. Ну а в случае победы администрация района рассмотрит и другой не менее важный вопрос капремонт фасада здания, библиотеки и кровли. Мадина Каракетова, Алибастанов, Вести, Карачаево, Черкесия, Карачаевский район. Сейчас о погоде на выходные, а после мы продолжим выпуск. Алибастанов, Вести, Карачаевский район. С 15 сентября по 15 октября проходит Международный месячник охраны природы с целью привлечения внимания людей к проблемам загрязнения окружающей среды. Сегодня уборка стартовала и в Карачаево-Черкесии. Республиканский субботник «Зеленая Россия» и «Вода России» реализуются в рамках национального проекта «Экология». В первые дни акции инициативу уже поддержало более полутора тысяч человек, выйдя на уборки территорий в Хабецком и Прикубанском районах. Всего за месяц, кроме уборок территории, в рамках акции планируется проведение более ста экологических активностей, в том числе эко-уроки, семинары, мастер-классы по высадке деревьев. Месячник охраны природы способствует развитию навыков хозяйственного отношения к окружающему миру и повышению уровня экологической культуры и грамотности. Это хорошая возможность объединиться трудовым коллективом, волонтерам и местным жителям, чтобы убрать мусор, посадить деревья, очистить берега рек и сделать родной регион еще чище. Тяжело в учении, легко в бою. В этом убедились школьники Свято-Сергиевской православной гимназии, побывав на экскурсии в отряде одного из спецподразделений Росгвардии по Карачаевой Черкесии. К ребятам присоединилась и наша съемочная группа. Сегодня утро этих мальчишек и девчонок начинается за партой, но не в школе, а в гостях у росгвардейцев. Сначала теоретическая часть. Юных гостей познакомились с историей и задачами отряда, стоящими перед сотрудниками СОБР Клинок. В ходе ознакомительной беседы офицер спецподразделения рассказал школьникам о ведомственных вузах Росгвардии, где готовят высоко квалифицированных специалистов-офицеров. На территории России таких учебных заведений четыре, и если они хотят стать частью Росгвардии, то мало приходить в гости, нужно еще и усердно заниматься спортом. Делятся опытом сотрудники ведомства. И сразу после теории юные школьники отправились на учебную площадку, где их встретили серьезные люди в масках. Они же и показали детям приемы самообороны. Добрый день, дорогие ребята! Здравствуйте! Мы рады приветствовать вас в гостях у Росгвардии. Вот сотрудники СОБР «Клинок» территориального управления Росгвардии подготовили сегодня для вас мероприятие спортивное. Готовы к спорту? Под открытым небом легкая пробежка под руководством капитана полиции мастера спорта России международного класса по смешанным единоборствам. На практической части сотрудники Росгвардии продемонстрировали детям приемы самообороны и специальный комплекс разминочных упражнений, после чего школьники приняли участие в спортивном состязании. Мы провели с детьми спортивное мероприятие, провели с ними зарядку, провели некоторые конкурсы. Дети себя очень хорошо показали. Также были продемонстрированы боевые приемы защиты. Дети заинтересованы, было много желающих. Даже кто-то обижался, что выбрали не его. Поэтому заинтересованность детей была. Визит юных школьников в Росгвардию стал не просто экскурсионной программой, а познавательным уроком. Профессионалы отряда СОБР «Клинок» уверены, что подобные мероприятия становятся важным элементом патриотического воспитания молодежи. Впрочем, и сама молодежь охотно поделилась своими впечатлениями. Больше всего что тебе запомнилось? Наверное, как защититься от ножа. А как защититься от ножа? Если на тебя нападают снизу, то нужно отойти от человека и зафиксировать его в руку, чтобы он не мог напасть. Потом нужно схватить руку и выбить нож. После этого нужно нанести удар и вывернуть руку. Мы сегодня приняли участие в очень хорошем соревновании. Там были бойцы СОБР. Я когда вырос, то хочу стать таким же и работать здесь же. После мероприятия вдохновленные дети поняли, что служба в Росгвардии – это не только работа, но и призвание, честь и большая ответственность перед страной, что заставило их задуматься о выборе профессии в будущем. Майя Хамдохова, Али Бастанов, Вести, Карачаева, Черкесия. Ей ни почем ни возраст, ни высотка. Софья Батракова из Калининграда феерично выступила на фестивале по робджампингу в Карачаево-Черкесии. Во время прыжка с горной вершины она сделала несколько сальто. Пенсионерка, отметившая в августе 75-летие, прыгает со скал регулярно. И никакого страха не испытывает. Софья Батракова занимается робджампингом не первый год. На ее счету уже 95 прыжков. В Калининградской области она прыгала с 30-ти метровой высоты. А в Архизе полет был гораздо более продолжительным. Высота вершины, с которой совершила прыжок пенсионерка, составляет 210 метров. Это все новости к этому часу. Как будут развиваться события в республике смотрите в вечернем выпуске «Везде» с Русланом Джубкаевым. А я с вами прощаюсь. Как не стать жертвой мошенников? Вам позвонили, прислали СМС с неизвестного номера с просьбой о помощи близкому человеку. Не впадайте в панику. Не торопитесь предпринимать действий по инструкциям неизвестных людей. В разговоре задавайте вопросы личного характера, помогающие обличить мошенника. Под любым предлогом постарайтесь прервать контакт с собеседником, перезвоните родным и узнайте, все ли у них в порядке. Вам позвонили, прислали СМС из банка или госоргана с неизвестного номера. Не торопитесь действовать по инструкциям звонящего. Не сообщайте персональные данные неизвестным лицам, кем бы они ни представлялись. Проверьте информацию, позвонив в организацию. Вам прислали ММС или ссылку с неизвестного номера. Не открывайте вложенные файлы, не переходите по ссылкам, удалите подозрительное сообщение. Не устанавливайте приложение из непроверенных источников. Пользуйтесь антивирусным программным обеспечением. Подключите бесплатную услугу StopContent. Вы заподозрили интернет-продавца в недобросовестности. Оставайтесь бдительным. Не предпринимайте поспешных решений и при первых же подозрениях откажитесь от сделки. Встречайтесь с продавцом в общественном месте, так как это наиболее безопасный способ совершения покупки. Передавайте деньги незнакомому продавцу только лично в руки. Никогда не переводите деньги незнакомым лицам в качестве предоплаты и не сообщайте дополнительные данные банковских карт. Вас просят воспользоваться вашим мобильным телефоном для срочного звонка. Убедитесь в добропорядочности обратившегося за помощью. В противном случае под любым предлогом откажите в просьбе. Не отдавайте телефон, если к вам обратились в темном или безлюдном месте. Наберите необходимый номер телефона и только после этого передавайте трубку. Следите за действиями звонящего. Не позволяйте заходить в меню телефона «Отправлять СМС». Если в отношении вас или ваших близких совершено преступление, незамедлительно обратитесь в полицию.